Остались у разбитого корыта. Такое резюме у этой истории. Хотя жители улицы Уральских Добровольцев в сказки не верят и ничего ни у кого не просили. Сами в прошлом году отремонтировали дорогу возле своих домов. Скидывались рублем, покупали машины со щебнем, вручную их разгружали и выравнивали проезжую часть. Но, увы, труды пропали даром. Нынче нам делали, в декабре месяце, газ проводили туда, к низу, на береговую улицу, и все, вот тут нам все нагадили. И так оставили это все нам. И так мы все в грязи, вот сейчас утонули, ребятишки приезжали нынче, вот никуда не вылезти, сидим в огороде. Обещали, прямо обещали слезно. Я выходила, говорю, я говорю, я вам не разрешу копать тут, потому что у меня ребенок. Нам как выходить-то вообще? Мы весной приедем, закопаем. У нас тут осталась земля, тут осталась земля, тут нам надо ее вернуть. А так она углубится. Мы приедем, закопаем. Они мне так это обещали. Сам бригадир ходил тут у меня. И в итоге нас оставили ни с чем. Сказали, прибирайтесь сами, как хотите. Люди, которым, естественно, жаль своих трудов и потраченных денег, хотят справедливости. Но найти ответственного за благоустройство у них пока не выходит. С просьбой привлечь внимание к своей проблеме позвонили в нашу редакцию. Обращение в Верхнесалдинский территориальный участок предприятия «Газекс» не принесло результата. Там сослались на службу газового сервиса в Нижнем Тагиле. После звонка в тагильский офис «Газекса» выяснилось, что работы в прошлом декабре на улице Уральских добровольцев проводила организация «Газмонтаж». На момент выхода в эфир этого сюжета нам не удалось связаться с начальником участка этого предприятия, который мог бы прояснить ситуацию. Жители, решив не тратить время, написали обращение в Думу Верхнесалдинского городского округа. Чем всё-таки закончится эта история, мы обязательно расскажем в одном из наших следующих выпусков. Субтитры создавал DimaTorzok